Буквально на днях общественность взбудоражила новость. Фейсбук признался, что проверяет содержание переписки в мессенджере. Пользователи возмутились, мол, это нарушение приватности. В это же время владельцы социальной сети ответили, что это делает автоматика для пресечения оскорблений или других негативных проявлений. Ведь речь идёт о безопасности. Если говорить о белорусском сегменте интернета, то у нас сегодня примерно две трети населения постоянно работают в интернете. 92% – это пользователи в возрасте до 30 лет. Но не всегда интернет приносит пользу. Информация идёт не всегда проверенная. А достаточно много вбросов, которые явно носят негативный характер. И это не очень хорошо. Говоря о роли интернета в жизни общества, социологи называют его неотъемлемой частью. Школьники едва ли не каждую перемену проводят со смартфоном в руках. Однако, какую информацию оттуда черпают, вызывает сомнение. Едва ли у тех скандал, где фигурировали суицидальные группы, самая известная из которых – Синий Кит. Периодически появляются сообщения, где снова затрагивается тема самоубийства. Причём в игровой форме. И это то, что, как говорится, лежит на поверхности. Кроме того, мы констатируем, что интернет активно используется для совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Прежде всего, преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Я имею в виду так называемый груминг, секстинг, секс-чатинг и так далее. Когда посредством психологических приёмов, способов несовершеннолетних готовят фактически к сексуальному контакту. Этим активно пользуются педофилы. Ими же используется так называемое закрытое интернет-сообщество, закрытые группы в социальных сетях и так далее. Практика МВД показывает, при стремлении достичь цели быстро и безопасно преступники используют мировую сеть. За последние пять лет педофилия выросла в 15 раз. Наркомафия использует для торговли и рекрутинга новых курьеров мировую паутину. За два минувших года в Беларуси заблокировано 60 сайтов, продававших психотропы. Проявления экстремизма также достигают максимального эффекта именно в сети. Также и фейковые новости. Они распространяются в 60 раз быстрее, чем официальные сообщения. За минуты достигает тысячи просмотров. Сегодня стало гораздо сложнее определить, кто же на самом деле выполняет функции СМИ. То ли те, у кого есть государственная регистрация, то ли те, кто работает без государственной регистрации, но в то же время выполняет фактически, еще раз подчеркиваю это слово, фактически функции средств массовой информации, СМИ. Отсюда появилось предложение ввести понятие сетевого ресурса. И отсюда появилось предложение распространять, собственно говоря, положение закона о средствах массовой информации на интернет-ресурсы, которые не пожелают в добровольном порядке зарегистрироваться как СМИ, но будут фактически, вот уже в который раз повторяю это слово, исполнять функции средств массовой информации. Новый законопроект, заверяют в Мининформе, закрывает ряд пробелов, которые назрели давно. Это мировая тенденция. К примеру, Германия с нового года ввела закон, регулирующий социальные сети. Франция ужесточает борьбу с фейковыми новостями. Меры у стран-партнеров по Еврозес еще более суровые. Мы и сегодня работаем с социальными сетями, в том числе и по таким больным и острым темам, как негативное воздействие на детей, на молодежь, на несовершеннолетних наших граждан. Эта работа, собственно говоря, дает определенные результаты. Не всегда, к сожалению, нам удается достучаться до владельцев социальных сетей. Есть вопросы. Я очень рассчитываю на то, что новый закон поможет нам наладить лучшее взаимодействие, в том числе с владельцами социальных сетей, с тем, чтобы решать вопросы не радикальным способом, а решать вопросы, как принято говорить, в рабочем порядке, точечно удаляя то, что, в общем, наносит вред и здоровье нашему обществу, нашим молодым людям. Новый законопроект предусматривает для интернет-ресурсов и права, и обязанности. То есть легализовать журналистов, получить аккредитации для работы с госорганами и официально конкурировать с другими СМИ. Еще один момент, который, по мнению разработчиков, должен подстраховать владельцев электронных информационных порталов – идентификация личности пользователя. Это особенно актуально для тех, кто любит писать комментарии или оценки и однозначно не на руку троллям и провокаторам. Мы не можем никак проинформировать, никак не можем проследить, что они будут вбрасывать. Сегодня говорят о том, что это нарушение прав человека. Да никакое нарушение прав человека. Мы должны обеспечить, государство обеспечит свободу, спокойствие, благосостояние и безопасность наших граждан. Одно из предложений – авторизация по СМС. Однако однозначно механизм пока не утвержден. Разработка остается за Савмином. Авторы нововведений утверждают только одно – свое стремление сделать виртуальное общение более цивилизованным. Кто-то скажет, интернет и ценен тем, что позволяет полную свободу. Другие – это не подразумевает безответственность. Жизнь в сети стала фактически открытым источником. И не стоит ее новые страницы пачкать грязью или чернильными пятнами. Другое дело, что нужно это сделать так, чтобы это принималось интернет-сообществом. Мы не говорим о каком-то тотальном контроле за отдельно взятым интернет-пользователем, либо за группой пользователей. В Мининформе нам подтвердили – идет широкое обсуждение. То есть принимаются и будут рассматриваться поправки как в самом ведомстве, так и в парламенте. К примеру, один из самых спорных вопросов – процесс идентификации личности. Параллельно с законом о СМИ разрабатывается закон о персональных данных. И важно, чтобы нормы не вступили в конфликт друг с другом. Планируется, что депутаты начнут рассмотрение нового законопроекта примерно через две недели. Поэтому время на поправки есть. Разработчики обещали все изучить. В главном эфире Александр Смирнов, Александр Олешко и Иван Мартынович.